Доброго дня суток, дорогие друзья! С вами канал Дань памяти. Данное видео является первым в серии материалов, свидетельствующих об ужасах, совершаемых немецкими фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Сборник содержит материал Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистскими захватчиками и их сообщников. В него включены сообщения комиссии, акты и отчеты о инициированных Чрезвычайной Государственной Комиссии судебных процессах. Итак, начнем. Публикация газеты «Красная звезда» от 8 июля 1941 года. Изверги и людоеды. Война – дело жестокое, это ясно. Однако ни один нормальный человек не скажет, что война не имеет своих законов, этики и милосердия. Раненый противник достоин такой же медицинской помощи, что и свой. Издевательства на безоружными недопустимы. Таким издавна был закон войны. И все народы, ведущие войны, всегда придерживались его, считая бесчестьем грубое отношение к раненому противнику. Но мы не зря называем фашистов убийцами, варварами, людоедами. Вот безыскусственный рассказ младшего сержанта, товарища Тищенко. Тяжело раненый в бою, я оказался на опушке леса. Дальше двигаться я не мог. Кровь не переставала сочиться из моей раны. Я свалился в канаву, заросшую густым кустарником. Недалеко от меня лежало несколько раненых убитых бойцов. Я вглядывался из-за кустарника в местность. Бой утихал. Вдали показалось несколько немецких солдат. Они шли по направлению к нам. Я лежал в канаве, ожидая приближения врагов. И вот они подошли совсем близко. Заметив на земле наших бойцов, они явно испугались и метнулись назад. Но, убедившись, что перед ними раненые и убитые, снова приобрели уверенное спокойствие. У каждого из них на пояс висел нож. Это были обыкновенные финки. Оружие финских белогвардейцев. Сначала они остановились возле убитого красноармейца, толкнули его ногами. Потом все трое вонзили ему в тело ножи, как заправские разбойники. Они равнодушно вытерли листьями кровь с ножей и направились к другим чертам. Рядом лежал младший командир. Он был ранен в живот и тихо стонал. Звери нагнулись к нему, и один из них стал колоть ножом глаза младшего командира. Я услышал его крик. Потом все смогло. Как много бы я отдал, если бы мог подняться и застрелить этих собак. Но у меня не осталось ни одного патрота. Разбойникам понравились новые сапоги и они стали стаскивать их с его ног. Теперь они приближались ко мне. Перед этим они обшарили еще несколько убитых и прокололи глаза трем раненым товарищам. Я лежал на дне канала, притворившись мертвым. Где-то близко раздалось несколько выстрелов и банда фашистов, сразу утратив свою непринужденность бросилось бежать. Это меня и спасло. Я решил, во что быть то ни стало вырваться отсюда. Я полз на четвереньках по высокой траве. Кровь не переставая сочиться из ран. Последние силы оставляли меня. Одна лишь мысль поддерживала во мне силу и бодрость. Лучшей смерти, только не плен. Вскоре показались наши бойцы. Они меня подобрали и доставили в санаторную часть. Сейчас я нахожусь в госпитале. Уверен, что быстро поправлюсь и снова вернусь к своим товарищам на поле сражения. Я отомщу гитлеровским бандитам. Они расплатятся за все. Дикие звери, вырвавшиеся из ограды. Они режут ножами убитых. Они выкалывают глаза раненых. Разъяренный хищей в приступе бешенства тоже способен увечить человека. Сверство не признак силы уверенности. Сверство жест отчаяния. Не можем победить силой. Так хоть наведем ужас, смятение, заставим испугаться нас, как людоедов. Вот что думают эти стервятники, занося ножи над нашими ранеными бойцами. За каждую рану, нанесенную нашему раненому, мы возьмем десятки вражеских жизней. Не смятение, но ярость, ненависть, лютая ненависть охватит наш народ. Когда он узнает о палаческих действиях гитлеровских извергов и со зверями, мы заговорим, как они того заслуживают. Языком народной ярости, не знающий пределы. А на этом я пока что прощаюсь с вами до следующего видео. А вы не забывайте подписываться на канал и комментировать. До новых встреч, дорогие друзья!